Биштийский участок – приграничная зона. Несмотря на это, сотни людей продолжают приезжать в отдаленное место, чтобы встретиться с частичкой пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. Музыка Прежде чем попасть в выставочный зал, посетителям немного рассказывают об истории великих личностей, которые обладали этими реликвиями. Я хочу, чтобы мы с вами не забывали о том, что мы увидим там флягу, которых касались благословенные губы Белял Асхаба. Флягу, которой касались губы, которые впервые в истории ислама дали азан. Далее мы с вами увидим кольчугу, накидку, боевое снаряжение Халид Асхаба. Человека, который был прозван мечом религии Аллаха, распространителем религии Аллаха. Далее мы с вами увидим чашу пророка, которые касались благословенные губы посланника Аллаха. И естественно, мы увидим частичку пророка Мир ему и благословения, голос посланника Аллаха. Целью выставки благословенных асаров пророка Аллаха в разных уголках нашей республики в первую очередь является просвещение нашего народа. Просвещение в том плане, что когда люди посещают эти асары, они мысленно возвращаются в те времена, времена благочестивых праведников и сопоставляют их праведную жизнь со своей жизнью. И стараются быть во всем похожими на них, стараются улучшить свои нравы, и стараются вести праведный образ жизни. Одним словом, такое мероприятие носит в себе воспитательный характер. Посетители сопровождают славословие Пророку, Мир ему и благословения. Исполнители мавлидов сменяют друг друга живым голосом, читают стихотворные произведения о любимце Всевышнего. Праздничные дни в селении Бишта подходят к концу. Уже завтра частичка Пророка и его славных сподвижников вернется в Махачкало к хранителю реликвии в муфтью Дагестана шейху Ахмаду Афанде. Я хочу пожелать всем мусульманам крепкого здоровья. Главное, чтобы иман сохранился. Единство, братство – вот это наша сила. Дай Аллах всем здоровья, всем благополучия. Конечно, официально я хочу крепкого здоровья желать нашему муфтью Ахмад Хаджи. Дай Аллах ему сто лет, чтобы вот так красиво, молод и красиво, чтобы он был среди нас и всех-всех мусульман, чтобы он порадовал. Инша Аллаху Рахман, Аллаху Акфару.